Друзья мои, всем привет, всем огромный привет. Честно, я уже подумала, что у меня глюки. Да, или мне это приснилось. Кстати, обзор у нас сегодня с вами будет на деревенский дневник «Очень многодетная мама» на Лёлю Быкову. Но нет, на канале Лёле прошел еще один стрим, еще один прямой эфир, в котором она присутствовала вместе со своими детьми. Этот прямой эфир длился 45 минут, где-то так примерно. А потом, вы знаете, когда я решила еще в очередной раз на него зайти, чтобы кое-что вспомнить да подсмотреть, она его уже удалила, его уже не существовало. В общем, этот стрим был, в принципе, по большому счету, таким же приблизительно, как и предыдущий, в котором она присутствовала со своими детьми. Там было шестеро детей, младших, младшие дети от Жени Быкова. В общем, все они на стриме вели себя очень интересно. И если, знаете, первые стримы с детьми, я еще была в раздумьях, то ли это супергиперактивные дети, то ли Лёля такой обалденный просто сценарист, то здесь, на втором стриме с детьми, я поняла абсолютно точно для себя, что дети исполняли все то, что им, в принципе, было сказано, как их научили, как говорится. Все шестеро почти, практически там, без малого исключения, да, как говорится, кричали о том, что «зайчика, зайчика хотим!» Уже, знаете, не так, как было в первом стриме. «Ой, зайчик, ура! А когда еще будет зайчик?» То здесь, на втором стриме, уже кричали «зайчика, зайчика хотим!» Да, «зайчика хотим!» Причем кричали это те, кому там и 6, и 7 лет, в общем, как-то это очень выглядело странно. Для тех, кто не понимает, зайчики – это донаты. Весь вечер они трясли пальцами, пальцы вверх, то есть лайкаете нас и так далее и тому подобное, и почему-то еще вот странным образом ставили себе рога. Я не понимаю, к чему относились рога. Лёля сказала «покажите корову», и они начали показывать рога, да, но до этого они тоже показывали рога. То есть не понимаю, кому вообще предназначались вот эти рога, то ли Лёле, то ли ее мужу, понятия не имея, в общем, не знаю, к чему бы это, как говорится, ну да ладно. И, в общем, весь эфир дети вот вели себя действительно очень удивительным образом. Было понятно, что им сказали, что нужно делать, что нужно просить обязательно зайчиков, чтобы им побольше донатили, и обязательно ставить пальцы вверх. Бегали, носили, сорали, кричали, знаете, как-то странно себя вели. Пели песни там «Смуглянка, Молдаванка, Катюша», еще какие-то песни. И пели так, знаете, их активно и живо, словно поют их каждый божий день. Если честно, я как-то всегда считала, что дети вот в верующей семье, да, в семье, которая позиционирует себя как верующая, они поют какие-то немножко другие песни, связанные с Христом, там еще с чем-нибудь, да, о Боге там и так далее и тому подобное, но не вот и ведут себя как-то гораздо-гораздо скромнее. Но здесь такого вообще не было. И, знаете, глядя на Лёркиных младших детей, они не производили впечатление детей таких, так скажем, скромных, забитых в хорошем смысле этого слова из верующей семьи. Очень раскрепощенные дети. Видно, что детям в доме, дома все позволяют, и они поняли, что мама у них блогер, и что для того, чтобы хорошо жить, видимо, мама им все объяснила, достаточно умные дети, да, надо просить донаты, вот эти вот зайчики, лайки. Поняли это даже к 4-5 годам, потому что просили там все, начиная с 4-летнего возраста. Это меня, конечно, очень удивило. Но, с другой стороны, зная маму, да, Олю Быкову, в принципе, ничего удивительного, что и дети пошли по ее стопам. Оля, наверное, судит по себе и считает, что кругом все дураки, и никто ничего не понял, да. Вот не понял вот этого ее выхода, так скажем, с цыганочкой, то, что она вывела на сцену детей, а дети, знаете, такие шустрые, как и Леля, уже все поняли, в принципе, научились и поняли, как нужно зарабатывать деньги, да, и, так скажем, выпрашивать донаты. Но было видно, что, знаете, дети, вот не было, кстати, видно, вернее, прошу прощения, не было видно детей Жени Б, вот от этой Ирины Кобляковой, да, то есть были только их общие дети совместные, младшие причем, да. То есть не знаю, такие ли они и шустрые, и деловые, и как вот дети их общие, совместные, да, понятия не имею, но, в общем, как-то хотелось бы тоже на них посмотреть. Не знаю, почему она их, в принципе, не показывает. Может быть, не показывает, потому что до сих пор идут определенные, так скажем, судебные тяжбы. В общем, не знаю, если честно, да. Но на фотографиях, которые предоставляла Ирина Коблякова, да, то есть там дети выглядели достаточно угрюмыми, такими невеселыми и немножко забитыми. Не такими веселыми, какими предстали в прямых эфирах дети совместные, дети Лели с Женей Быковым, да. Ну, в общем, возможно, я так понимаю, что по-разному дети живут в семье, в семье Быковых. Наверное, все-таки по-разному. Но это мое предположение, мое мнение, да. Ну и, конечно же, события года, друзья мои, тот долгожданный канал, новый канал, о котором так много говорила Леля. Он появился, не поверите. Название, да, под названием «Голову Леля не ломала». С фантазией, я так поняла, у нее достаточно туго, можно было назвать как-то гораздо интереснее. «Мать-героиня». Да, вы не ослышались. Название второго канала Лелиного, где она планирует показывать, я так понимаю, будни многодетной семьи, то есть другой формат «Мать-героиня». Ну, честно, вот мое мнение, выскажу по этому поводу. Лично я, можете говорить все, что угодно, но я не считаю героинями тех женщин, кто родил много-много детей. По мне, многодетные – это не герои. Вот если бы она взяла вот этих вот 10 или 11 детей, тогда бы, да, я сказала, что она «Мать-героиня». Или, знаете, если бы она воспитывала ребенка, какого-нибудь инвалида, ребенка, допустим, с ДЦП, да, я бы сказала, что действительно, эта женщина – герой, и вот я перед ней, как говорится, знаете, склоняю свою голову и вот действительно отношусь к ней как героине. Могу сказать, у меня был как-то такой вот небольшой, не то что опыт, да, вообще я просто как-то лежала в больнице, и в палате со мной была женщина. Мне на тот момент было 12 лет, но мне почему-то эта ситуация настолько запомнилась. В палате со мной лежала женщина с девочкой, ей было лет, наверное, 9-10 на тот момент. Ну, 10, наверное, точно было. И у нее было ДЦП. И вот ее мама лежала вместе с ней, потому что понятно, что девочка не могла сама себя обслуживать. Ну, насколько у меня мамочка добрая, ласковая, хорошая, вот та женщина была вообще просто обалденная, да, и настолько она вот мне запомнилась, как вот настоящая мать. Вы знаете, несмотря на то, что у нее был такой ужасный, серьезный, страшный диагноз для ее ребенка, она, вот эта женщина, как-то вот в ней было столько добра, столько тепла, столько доброты, что она распространяла эту доброту не только на своего больного ребенка с ДЦП, но и на нас всех, да. И вот она меня каждое утро, когда я просыпалась, она каждое утро мне волосы делала плойкой там, ну, короче, накручивала на плойку, все. В общем, я говорю, просто человек обалденный. Уж я молчу про то, как она относилась к собственному ребенку, никогда ее не гнобила, не кричала, не прикрикивала, всегда с такой добротой, с лаской. Знаете, я тогда в 12 лет, вот в свои 12 лет прекрасно поняла, что, да, вот этой девочке очень и очень повезло со своей мамочкой, которая не только ее не бросила, но и очень и очень ее любит. И вот таких женщин, которые, знаете, и причем она осталась одна, она рассказывала, что муж ее бросил, да, вот таких женщин, которые остаются вообще тем более один на один со своими детками-инвалидами, да, или берут вообще вот чужих детей, да, вот допустим, как я сказала, что можно было бы, да, я считаю действительно героинями. Вот про них можно сказать. Мать-героиня. Про тех, кто живут с детьми-инвалидами всю жизнь, и про тех, которые берут чужих деток. Ну, не Лёлю Быкову, которая просто любит, как она сама выразилась, рожать детей. Простите, но это немножко другой момент, да. Я героиня. Потому что я сама родила девятерых детей. Блин, ну это же был исключительно твой выбор, да. Рожать тебе или не рожать. Как Лёля говорит, что у меня, мол, типа болезнь, я вот каждый год, мне надо рожать обязательно, чтобы я чувствовала запах младенца. И в чём здесь, простите, героизм? Вообще не понимаю, если честно. Ну да ладно. В общем, моё мнение, это моё личное мнение, которое я высказала, я не считаю, что в этом есть какой-то героизм. И название канала очень, конечно, громкая. Мать-героиня. И очень нескромная, я бы сказала, особенно для человека, который претендует на верующего человека, да. Ну и, в общем, на новом канале Лёля решила, так скажем, приоткрыть кулисы многодетной, да, жизни многодетной семьи. Ничего нового она нам там не показала. Показала, чем кормят свою семью, сколько детей, у кого из супругов рассказала, да, показала там, что варят, сварила им там, наварила борща, блины. Сказала, что блины напекла сама. Честно выглядели эти блины, словно вот из блины уже полуфабрикаты, готовые вот в коробочках, которые с начинкой. Ну, мне, по крайней мере, так показалось. Не знаю, может быть, и так и есть. Что касается борща, по мне, так он был очень жидкий. Не знаю, как они там наедаются, если честно, потому что она показала, как она черпает половником в тарелку. Мне бы за такой борщ, ну, в общем, я не знаю. Лично я не варю для своей не такой большой семьи, но я такие борщи никогда в жизни не варю. Борщ должен быть борщом, а не вода там с какой-то там немножко картошечкой. Ну, в принципе, конечно, это личное дело каждого, да. Сказала Оля также о том, что у нее осознанное многодетство. Да, вот именно так она называет свое многодетство. Ну, мы много чего слышали от Оли на самом деле, что, да, в общем, она считает, что блудницы женщины, которые рожают, рожают вне брака и так далее и тому подобное. Причем, при всем при этом Оля сама, так скажем, вышла замуж каким-то странным образом вообще в 15 лет. Она почему-то про это постоянно умалчивает. К 20 годам у нее уже было трое детей. То есть тоже, знаете, это я не к тому, что я ее осуждаю. Нет, я не осуждаю. Но когда человек бросает камнями в других и говорит о том, что они, знаете, вот одни там, да, воспитывают детей, у женщин бывают разные в жизни ситуации. Слава Богу, я всегда была в полной семье, но могу сказать, что ситуации могут быть разные. Не все могут вот постоянно, как Леля, ложиться на чьи бы то ни было плечи. Не все себе это могут позволить. А Оля может. Значит, Оля может ложиться грузом на кого-то другого, и чтобы за нее постоянно решали проблемы. Как я говорила, да, как раньше, вот она говорит, в 20 лет у меня уже было трое детей, и моя мама содержала меня с детьми. Круто. А я бы вот лично никогда бы не позволила, чтобы моя мама, и мой папа, допустим, решали бы проблемы мои и моих детей, да. Ну, а это у меня есть в принципе муж, если уж я от него, грубо говоря, родила детей. Ну, в общем, друзья мои, ничего интересного не было. Вот залили туда один видос, вот этот вот. Ничего интересного там не было. Обычно, то есть это видео было без детей, кстати. Показала просто, чем она их кормит. То же самое у нее было на деревенском дневнике. Ну, посмотрим, что нас ждет новенького, как говорится. Поживем и увидим. Но то, что я увидела в эфире, вот в последнем эфире, который Леля почему-то удалила 45-минутный эфир, я, конечно, очень и очень удивилась. Знаете, дети просто вообще вроде такие маленькие, 4, 5, 6, 7 лет, но тут же все кричат «Зайчика, зайчика, зайчика хотим». Прекрасно понимаешь, что зайчики – это донаты, что это деньги, да? Лайки, ставим лайки, туда-сюда. В общем, ну, явное продолжение Оли. Далеко и пойдут. Я думаю, что они пойдут очень и очень далеко. Да, ну и, конечно, знаете, я видела детей в верующих семьях, видела и по телевизору, и вообще, вот как бы доводилось видеть, ведут они себя гораздо скромнее в верующих семьях, в настоящих, в истинно верующих семьях. Здесь я бы никогда не сказала, что это дети из верующей семьи. Ну, как-то так. Мои хорошие, у меня на сегодня все. Вот такой у меня сегодня получился обзор. Естественно, всех вас целую, обнимаю, всем вам желаю прекрасного дня, хорошего настроения, берегите себя и своих близких. Ну, и, конечно же, для тех, кто не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Все, всех целую, всем пока.